Он, как его отец у всех, увидел как-то Деву Дива. Стрела любви его пронзила. А Дева Дива ко всему вдруг полюбилась ему. Деву быстро он пленил и душою покорил. А в итоге, во дворец, он в летний день ввел под венец. Там и быстро окрутили. С большого счастья пожелали, золотом окольцевали. Счастья вам, друзья-молодожен, радость и долгих-долгих дней. Сегодня вы семья, и по закону, как вы принадлежите ей. Будут у вас радости и беды, все придется в жизни испытать. Но держите пульс лишь на победу. Горько вам, но горести не знать. Горько нашим молодым. Горько! 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 Молодцы! Предлагаю сейчас нашими аплодисментами поприветствовать в этом зале нашего папу-жениха. Уважаемый папа Александр! Давайте ему поаплодируем! Уважаемый наш Александр! С сегодняшнего дня хочется сказать, вы настоящий отец, вы настоящий глава семьи. Но с сегодняшнего момента комиссия домострой присваивает вам новое для вас звание. Вы теперь свекор! Свекор, смотри! Невестка молодая, красивая и удалая. Принимай ее в семью, люби как доченьку свою. И придется, свекор, тебе раскошелиться теперь вдвойне. И невестке, и жене. Всем подарки наравне. Ну а мы, друзья, давайте поаплодируем нашему папе Александру. Поздравим его словом звании, Свекор. Конечно же, почти не бокал, любуем это великолепное звание. Ну что, Свекор, говори, истучка, называть ее будешь. Кто она для тебя? Дочка. Покажи, папа. Сейчас, папа, Саша, он все скажет с чувством юмора и правильными словами. Поксаж, слово. Тамада хочет, чтобы я ей зарплату себе заработал. Я платил ей заработать. Да, а я? Спасибо, спасибо. Ну, это по психоканонам. Она моя ненужная. Я думаю, она будет дочка наша. О, а это мы хочем узлы. Сын, дочка моя, все дочка, я ей еще один семьяк. Поксаж, смотри, как что-то. Поксаж, смотри, что все сказали, что у меня твои детали позавчатся. Поняли, а мы поняли, папа, смотри, я хочу я. Саша, в предыдущем своем народе папа Александр назвал свекор. Что вы по этому поводу думаете? Как звать будете? Как называть будете? Кто он для вас? Папа. Папа? Конечно, друзья, звали свекор, пускай останется в комиссии домостроек, а мы сегодня поднимем бокалы за главой семьи, за отца. Пускай передаются традиции и звания дальше. Поднимаем бокалы и поздравляем папа, скажут, сегодняшний днем. Днем слайка его сына. Поднимаем, выпиваем, поздравляем. Мы смотрим, что в нашем зале есть очень ответственный мужчина, который сегодня сопровождает свой бриллиант, свою жемчужинку, буквально с раннего утра. Сопровождает все торжество. Друзья, давайте поаплодируем. В нашем зале присутствует папа нашей небесы. Уважаемый папа Юрий. Господа, прошу обратить внимание, ведь отцу невесты титул тесть сегодня присуждается. Носить его большая честь, так и за ней считается. Он дочку в руках носил, да баловал, как водится. И он холил, и растил, но отдавать приходится. Что ж, время дочкина пришло, и тесть там всем считается. И зятю, верное плечо, подставить он старается. Пусть будет так, чтоб был бы мир и лад, взаимное согласие. Есть лад, не надобенный лад, ведь в детях наше счастье. Давайте, друзья, аплодисменты, встретим рождение почетного звания тестя. Папа Юрий, аплодисменты! Папа Юрий, знаю, что у вас очень красивая и очень грамотная дочка. Знаю, что у вас есть сын. К сожалению, сегодня он на торжество не припыл, но жизнь ведь только начинается, еще не одно торжество будет и вместе с ним. Но с сегодняшнего дня я хочу поздравить вас с рождением еще одного ребенка. Вот только скажите, при всем, да, еще одного сына? У вас сына будет. У вас сына будет, принимается. Дорогие молодоженые, что вы по этому поводу скажете? Я сказала, что тесть. А вы скажите, пожалуйста, кто для вас папа Юрий? Для папы Юрия. Папы уже. Вот так вот красиво, вот так основательно, бодро и весело. Вы сегодня присваивали папе Юрий и Ваня Акстан. Поздравляем вас с рождением еще одного сына, уже взрослого, уже самостоятельного. Это ад и лично. А значит, семейные обязанности. Жизнь у вас будет радужная, поэтому ваши семейные обязанности мы спрятали в радугу вот этих вот свадебных шариков. Ваша задача просто назвать цвет шариков. Я его лопну, доставлю оттуда листочек, и мы вместе с вами зачитаем, какая семейная обязанность кому из вас достается. Юль, давай, ты первая принимаешь решение. Пошел. Пошел. Нас закончим. Я уже ознакомилась, сейчас посмотрим сама. Юля выбрала свою первую семейную обязанность, и это... Ходить на пиво. Ходить на пиво. Как за диспетой Юля. Молодец. Тетя Валя, она одобряет. Ходить на пиво – хорошая организация праздника. Так, пока жена организовывает поход на пиво. Что ты по этому поводу скажешь? Я так понял, что она уже светлая, а ну, белая. Вот этот пойдет? Давай. Пока жена у нас на пиво. Семья такая, ну, качественно. Посещает салон красоты. В общем, они решили отобраться от души. Она на пиво с вашей салонной красоты. Юля, давай, концентрируйся. Давай, пробуем. Так, салоном красоты и с ним разобрались. Теперь можно поговорить о чем-то серьезное. Мальчик, мальчик. Серьезность пока не приходит. Юля продолжает организовывать тетер. Чтобы вторая половинка, говорит, не устала от меня, на Канарах отрываться буду я. Они решили поехать на Канарские острова в свадебное путешествие. Принимаем? Принимаем. Папы с мамой спросите. Папы с мамой спросите. Я помню ваши рекомендации. У вас тоже так было? Вы у папы с мамой спрашивали? Так, какой? Вот это, таранчик. Да. После пива, после салона красоты Канарские острова. И, наконец-то, Саша. После маникюра. Немножко ближе к семье. Возьму сложную работу на себя, тратить деньги буду я. Тратить деньги Сашу, чем Юля пока не умеет. Так, Юля, давай. Пробуй. Делай. Так. Как бы мы не рекомендовали, но Саша все-таки берет на себя. Пока Саша тратит деньги, Юля свалит обед и ужин. Готовый кушать, семье будет Юля. Это хорошо. Да, Саша, пока Юля готовит. Сей не замедленный сей. Хорошо, пробуем. Готовить, кушать разобрались. Будет у нас Юля. Есть, Юля. Так. Чтобы семейная жизнь проходила как сказка, возьму на себя управление коляской. Чтобы семейная жизнь проходила как сказка, Александр воздет на себя управление коляской. Так, управлять коляской будет Саша. Так, Юля, помогайте. Давайте рекомендации. Ему надо сдать на права. И в кратчайшие сроки. Категория Ю. Категория Ю. Принимается Ю. Юля. Розовый. Так, с коляской разобрались. Играем дальше. Уже по-серьезному играем. Юля, на. Раз Саша управляет коляской, то ты... Рожает девочку. Рожает девочку. Рожает, ища левать. Зеленый. Ну давайте зеленый. Растинул обязанности с папой. Да, вот это. Да, вот это. Папа играет. Шарик по рекомендации папы. Он вам не ругается. Папа знает, что говорит. Зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги. 37 лет опытом. Выиграл зеленый. Да. Получилось все так же. Ничего не поменялось. Все зарабатываем деньги. Да, что они тратят. Верят. Ну это уже хорошо. Раз они верят, что они тратят. Так. Пока Саша зарабатывает. Соленитесь заранее. Не щадя своей ручонки, Юля будет стирать пеленки. Юль, не расстраивайся. Гости скинулись, может быть, стирали машину. Так. У тебя тоже будет машина. С управлением, с автоматом. Уже есть. Все. Можно не расстраиваться. Все равно не говорит. Так. Саша. Снил. Хватит много зарабатывать. Отечественное дополнительное. Дополнительный зеленый. Подработка. Подработка. Давайте розовый. Розовый. Так. Сейчас Саша не послушал, батька. Ножас есть. Так. Подработку не взял. Вот беру. Давайте посмотрим, какой выбор он сделал в самостоятельном. Чтобы была спокойная моя семья, дверь с винтовкой ночью будут открывать я. Чтобы была спокойная моя семья, дверь с винтовкой ночью будут открывать я. Обещает вам хозяй дома. Саша, звоните, поприбуйте и предупреждайте. Так. Вот этот салатовый. Так. Пока Саша оберегает покой семьи. Юля принимает решение и продолжает. А! Продолжает быть романтикой. А ну, раздавение начало, да я вспомнил. Беззаботно? А, беззаботно. Между делами. Старательно говорит, я буду езжать на диване. Ну а что, деньги зарабатываются, защита есть, можно и поезжать. Так. Зато честно. Саша, давай. Я не делала. Я не знаю, что в танец. Вот это. Я считаю, что тут все на диване. Так. А папин рекомендации нет. Папа зеленый все-таки пробует. Сейчас посмотрим, пап, что вы думаете, что там будет, да? Пока опять сам принял решение. Не знаю, насколько оно вам понравится. Чтобы простовой была моя семья, вытирать ребенку попу буду. Буду я. Я думаю, что они эти обмены будут совершать в течение всего семейного стажа. Главное, чтобы у меня договориться. Поехали. Зеленый пока не дали. Отложили, да. Папа первый раз. Все, надежьте, что там доллары в зеленый. Приноси кофе в постель. Будет у нас Юля. Так, нахуй за тобой. Хорошо. Папа победил. Какой из них самый зеленый? Дальше до папы блэшчек. Берем. Все, рванули папа. Надеемся, верим. Не, ну тут по-нормально. Тут по-нормально. Не испортить ни крыло, ни шину буду. Только я водить любимую машину. Любите мою машину, будет рубить. Зеленый свет дает хорошие рекомендации. Ну давай, выбирай. Желтый. Хорошо. Саша, оставляем зеленый. Хорошо, все зеленые. Да. Это цвет их семьи, да. Хорошо. Зеленая свадьба, зеленый свет. Желтый хороший выбор. Все друзья, поверьте мне, буду главной я в семье. Саша, какой зеленый твой? Вот это написано во сне. Спасибо. Хороший ритм. Убийца не будет тебя. Хорошо, это было. Ну и теперь Сашке самое лучшее обязанное. Вот он уже зеленый, так зеленый. Уорожает мальчика. Уорожает мальчика. Подкачает миллион. И получает миллион. Все, договорились. Видите, как мы уже быстро договорились. Главное, чтобы убили договариваться. И тут у нас с вами запонимание. Как генерал в том фильме. Так коротко, но ясно. Запонимание. Чтобы всегда могли любые вопросы принять и выполнить. Запонимание. Запонимание. Итак, друзья, давайте поаплодируем. Мы приветствуем мама нашего жениха. Мама Елена. Елена, подожди. Сегодня, уважаемая Елена, вам присуждаются новые звания в вашем жизни. Вы теперь не только любящая внимательная мама, но еще и с этого момента свекрон. Верой, благословила ты любовь. На что ты шла заранее с залом? На что ты сына воспиталась? Его семья, твоя семья. Так не грусти теперь уж зря. На нас и ночка половина. Так и люби ее, как сына. Не все промажки замечай. А что не так, вот и прощай. Да будет в ад семье такой, Что позавидует любой. А мы действительно хотим завидовать по-хорошему вашим традициям, вашему пониманию, вашей любви и вашей красоте. Дорогие молодожены, скажите, пожалуйста, Елена Прекрасная, кто для вас? Я сказала, что свекрон. А вы как ее звать будете? Мам. Конечно. Сережа. Красиво. Вам так же предлагается. Уважаемая мама Елена, вас хотим поздравить. У вас есть дочка, цветочек по жизни. У вас есть сын, Александр, защитник. А с сегодняшнего дня у вас на свете появилась еще одна цветущая, молодая, энергичная и красивая. Кто эта женщина для вас? Дотя. Дотя. И очень прекрасная, и очень романтичная. Уважаемая мама Елена, уважаемая Юля, я хочу пожелать вам, чтобы вы действительно не делили любовь. У вас с сегодняшнего дня одна любовь на двоих. И эта любовь ваша, Александр. Вам нечего его делить. Эта любовь, она разносторонняя, и она настолько большая, и она настолько яркая, настолько красивая, что мы только хотим позавидовать по-хорошему и поздравить вас с этой любовью. У вас с сегодняшнего дня, Саша, для вас главный. Вы его передаете в надежные, любящие руки. Юля очень хочет в семью. И я думала, мне это обязательно получится. Благодаря вашему совету, благодаря вашей подсказке. Давайте сегодня поднимем бокал за вас. Как маму любящих, как внимательных, и как знающих Александров. Я думаю, что вы обязательно сможете помочь, чтобы Юля сделала его дальнейшую жизнь романтичной, красивой и самой-самой яркой. За маму. Поднимаем бокалы. Мама Елена. Елена по имени Пакел. Так пускай освещает и помогает молодым идти по жизни яркой и красивой. За маму Елена. Ну и чтобы не затянуть саму Ленкову, пожалуйста, далек. Ну! Мы продолжим с вами парад родителей и очень долгожданный тост. Его знают гости, его приветствуют друзья. И в нашем зале есть мама Ирина, мама нашей невесты. Встречаем аплодисменты, мы поздравляем. Мама Ира. Гости, взгляните! А наша тёща распрекрасна? Да! Выглядит сегодня классно? Да! Будет дядя сыном звать и, конечно, привечать. Вот очередь и тёща настала. Тёща, исполняй всё то, что обещала. Обед готовить помоги, маслом жар не подливай, виновной будешь, так и знай. Взять и меньше придирайся, ну что ни так, и не ругайся. На стол накрой, да покорми, про жизнь, дела проспроси. Большими будете друзьями. Ну, а мы рады будем вместе с вами. Ирина по имени покой. Я думаю, что вам этот покой, вот какой-то вот такой равновесие обязательно в жизни будет помогать принимать правильные решения. Ну, а сегодня, дорогие молодожёны, у меня к вам тоже вопрос. Ирина сказала, что тёща, а вы как скажете, кем она вам будет? Подумал, вздохнул, воздуха набрал и выдал результат. Будет мамой уже. Будет мамой уже. А что работать, да? Тёща, чтоб была мамой, как взять на порог, чтоб на столе стояли и пол-литра, и пирог. Тогда будет полный кайф. Ну что ж, дети говорят, что вы мама. А вы, дорогая наша мама Ира, как звать их будете? Кто для вас теперь наш Александр и Юлечка? Сыном будет. Сыном будет. Поздравляем вас с рождением. Вы и нами с такого взрослого и уверенного. Но мы, друзья, поднимаем бокалы за нашу уважаемую маму Иру. Желаем ей всяческих благ, любви. Сегодня огромное настроение. И, конечно, чтобы это торжество порадовало и её дочь, и её семьёй. Сама выиграла. Команда, которая находится возле вас, это команда белых, активно участвует в торжестве. Команда синих у нас немножко тут сейчас как-то вот отделилась, ушла в свою тему. Вот я сейчас и хочу именно этот стол протестировать. Готовился к торжеству. Посмотрим уровень алкоголя в крови. Как отдыхали. Уровень алкоголя соответствует трём литрам водки. Видно, не вышло ещё вчерашнее. Полный отлично. Друг, мальчишник был. Полный порядок. Играет дальше. У нас тёзка есть, тоже Николай. Пока жена не в зале. Он активно участвует. А ну, Поля, накидь ты шапочку. Сейчас проверим, что у вас там, порядок, подготовка, как, продолжение праздника. Алкоголь номер два. Этот человек полностью готов к дальнейшему продолжению праздника. Алкоголь в норме. Настроение хорошее. Рекомендуется петь, танцевать и каждые полчаса говорить красивые тосты. Так, сейчас поймаем на этом. Бля, давайте. А вы сегодня, видно, начали с утра. И поэтому достаточно принялись, чтобы веселиться. Но ещё недостаточно, чтобы валяться под столом. Так, сообрази, пока на троих. Пойду потестирую стол молодых. Давайте проверим, насколько он готов к этим крикам, Борька. Алкоголь номер четыре. У этого человека запах духов и губной помады смешивается с алкоголем. Если вы женщина, то всё в порядке. Но если вы мужчина, то перестаньте обнимать чужих жёг, сидящих рядом. Тут человек холостой, единственный, кому позволяется обнимать чужих жёг. У тебя есть одна голоса, твоя крючка. Проверь, Попсажа. Я не пил. Попсажа, не знаю ничего. Алкоголь номер пять. Тёплый, как трезвушка. Трезвый, как трёплушка. Так, тут у нас даже не доливается. Всё беспокоится. У гостей полный порядок. Ну и второго. Посмотрим. С вами встали. Так, папа, наши невесты, пап Юра. Что-то видно, по нему же готовить. Что-то тест не включается. Дайте мне справку для милиции. Попсажа. Тревога. Тревога. Запах закуски превышает запах алкоголя. Это говорит о том, что этот человек вражеский шпион. Необходимо срочно обезвредить шпиона водкой, коньяком или другими крепкими напитками. Ну что, у нас пап Юра выполняет роль водителя, да? Пап Юра, давай снимите сруя. Я говорю, не сруя, я чебурашка, да? Наполняем. У нас полный порядок. Мужчина в норме. Наливает, выпивает, запутывает, отдыхает. А в народе говорят, жить хороша, когда в моем живище есть пять вещей, сказал знамок наук. Достаточно, мир, покой, здоровье, но главное, хорошие совместники. Продолжение следует...